Начали планерку с подготовки к Новому году. В атмосферу зимней сказки город должен был погрузиться до 10 декабря, напоминает Анатолий Пахомов. Все сроки вышли, а торговые объекты по-прежнему не в новогоднем убранстве. То же самое касается отдельных объектов санаторно-курортного комплекса, которые не торопятся встречать главный праздник страны. Глава Сочи дает еще неделю на то, чтобы город засиял новогодними красками. Все объекты торговли должны быть действительно приведены в новогодний вид. Люди, которые занимаются торговлей, услугами, они должны это понимать, что Новый год, рождественские праздники – это всегда оформление своих объектов. Я еще раз говорю, это и есть продвижение их товара, это и есть продвижение их продукта. Мы понимаем прекрасно, мы туристический город, нам приезжает пол-России. Новый год – это не только мишура и яркие огни. Праздник, который отмечает каждый житель города, в первую очередь должен быть безопасным. Цифры статистики неутешительные. За год в городе произошло 223 пожара, в огне погибло 14 человек. Причем большинство очагов возгорания приходится именно на жилой фонд – 128 случаев за 12 месяцев. Причины пожара – 79 – аварийный режим работы электропобнования, 41 – в результате поджога, 37 – неосторожное вращение с огнем. В праздничные дни бдительность горожан, как правило, притупляется, поэтому администрация совместно с пожарными увеличила количество профилактических противопожарных мероприятий, которые в том числе проводятся в школах. Тщательнее нужно проверить и состояние проводки в жилых и коммерческих объектах, настаивает мэр. Зашла на планерке речи о переселении и сносе аварийного жилья. В адресную программу, рассчитанную на 2013-2017 год, вошло 62 многоквартирных дома. Полностью расселены 27. 1825 человек уже обзавелись заветными квадратными метрами. Работа по переселению довольно сложная, отметил заместитель главы по ЖКХ. Порой приходится подключать и полицию. Некоторые граждане, которые получили квартиры переселены, пытаются сдать эти квартиры нелегально, незаконно. Поэтому они там фактически не живут с представителем сотрудников управления внутренних дел, спокойно можно оттуда убрать и начинать снос. Несмотря на то, что город строит комфортные дома для переселенцев, зачастую они никуда не хотят выезжать, как, например, в двух домах на Инжирной. Дела по ним переданы в суд. Кроме того, на планерке сообщили, что на месте снесенных домов, таких уже четыре, будут либо строить образовательные учреждения, либо разбивать скверы. На очереди еще девять многоэтажек.